Привет, друзья! С вами Татьяна Зубова и я рада вас приветствовать на нашем новом мастер-классе для начинающих художников. Мы продолжаем серию с ограниченной палитрой для начинающих художников. Сегодня на повестке дня очень красивая картина, безумно эффектная, но очень-очень простая, поэтому обязательно присоединяйтесь к нам, напишите такой пейзаж, он будет совершенно несложным, но это будет настолько эффектно, что вы сами удивитесь, какой результат у вас получится. Кто еще не подписался на наш канал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас и включите колокольчик. Это напоминание о выходе новых видео. Буду рада вас видеть в числе своих зрителей и учеников. И также сделайте, пожалуйста, репост этого видео в свои соцсети, пусть новые ученики, новые художники присоединяются к нам, потому что у нас очень много интереснейших, полезнейших видео для художников. Итак, давайте начинать. Что нам сегодня потребуется для работы? Ну, во-первых, это холст. Я взяла небольшой холст размером А4, закрепила малярной лентой прямо к планшету. Это не бумага, это холст, вот такой вот формат небольшой. Палитра, несколько цветов. Белила титановые, кадмий желтый средний, кадмий красный темный, ультрамарин и коричневая краска. У меня это умбра натуральная ленинградская. Мы строим нашу работу по следующей логике. Мы берем основные цвета, красный, желтый и синий. К ним добавляем белила, как неотъемлемый атрибут любой, в принципе, картины. И я взяла еще одну темную краску коричневую для того, чтобы мы затемняли некоторые участки. Вы можете взять другой набор красок, другую синюю, другую красную, другую желтую и, соответственно, коричневую. У вас будет меняться гамма цветовая, но, тем не менее, картина от этого не потеряет свой эффект. Пробуйте сочетание разных оттенков между собой. Какие-то вы найдете более удачными, какие-то менее удачными, какие-то будут давать более спокойные, такие вот сероватые оттенки. Какие-то будут давать, наоборот, супер насыщенные, супер яркие, эффектные цвета. И я рекомендую вам попробовать этот пейзаж написать с разным составом палитры и посмотреть, что у вас получится. Несколько картин даст вам большой-большой эффект в обучении живописи. Если вы один тот же сюжет, напишите с разным набором цветов. Ну, а мы сегодня будем пользоваться вот таким вот набором для начала своей работы. Я беру вот такую вот тоненькую кисть, она уже старая, вот такой вот короткий ворс и стертая старенькая кисточка. Беру разбавитель. Я использую терпентин без запаха. Эту картину можно писать на любом разбавителе, которым вы привыкли пользоваться. Смачиваю кисть в жидкости, набираю красную краску, вот так вот жиденько. И первое, что мы с вами сделаем, это зададим компоновку в картине. Мы должны расположить объекты в картине таким образом, чтобы они смотрелись гармонично, интересно, красиво. Я беру расстояние чуть меньше серединки, ну вот примерно столько. Вот посмотрите, вот нижняя часть картины, а вот верхняя, полторы нижние. И обозначаю горизонт. Можно горизонт сделать чуть повыше, тогда у вас больше пространства будет отведено под нижнюю часть картины. Вы здесь сможете тоже какие-то интересные вещи эффектные сделать. Но мы сегодня с вами наоборот большую часть картины оставляем под облака, потому что именно в облаках мы покажем динамику движения воздуха и еще покажем такой вот интересный закат. Я набираю ту же красную краску и постараюсь очертить передний план, вот этот бережок. Вы можете это сделать на глаз. На дальнем плане мы с вами тоже поставим вот такие вот кусочки суши. Это будет вот такая вот болотистая местность. Представьте, что вы находитесь в таком просторном-просторном поле и видите перед собой вот такое вот болото. Оно будет очень живописным в окружении закатного солнышка. Встречаете какие-то вот такие вот просветы суши. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы работаем вот такими вот горизонтальными мазками. Все движения кисти у нас в целом горизонтальные. Также на горизонте мы с вами поставим лесок, который часто виднеется вот в таких вот местах. Он будет невысоким. Вот такой вот степная местность. Расположение солнышка закатного будет примерно вот здесь. Вот если здесь где-то так серединка располагается, то правее мы располагаем солнышко. Вот здесь вот оно у нас будет находиться. Его обозначать необязательно. Еще мы с вами можем обозначить основные небесные. Вот эти вот все участки. Например, вот здесь вот у нас будет солнышко. И вот отсюда же мы и расположим много-много-много облаков кучевых, объемных, которые у нас будут двигаться вот таким вот образом. Вот сюда вот наверх. Вот здесь будут еще облачка. Посмотрите, рисунок мы делаем очень тонко. Не делайте, пожалуйста, его жирно, либо слишком как-то густо. Тонкая краска, жиденькая. Вот такая вот. На этом рисунок мы завершили. Давайте приступать к основной части, к подмалевочной. Нам с вами понадобятся следующие кисти. Вот такие вот щетинные, либо со скошенным ворсом, либо с прямым квадратным ворсом. А также синтетика прямая квадратная. Вы можете использовать кисти и более такие вот жесткие, упругие, и кисти чуть помягче. Но обратите внимание, что совсем мягкие кисти нам для масла не нужны сейчас будут. По чистому холсту, мы, напоминаю, ничем его не покрывали. Ни маслом, ни разбавителем, ничем. Просто у нас вот такой вот чистый холст, ничем не пропитанный. Так, и вот смотрите, более твердые кисти мы с вами можем использовать. Мягкие убираем в стороночку. Либо можете щетиночкой пользоваться. Это вот новая кисть, поэтому она еще проклеена. Поэтому клей мы с вами уберем и будем ею пользоваться. С чего мы начнем? Ну, давайте начнем с того, что замешаем несколько оттенков, которыми мы будем пользоваться. Первый оттенок – это желтый в разбеле. Набираю желтую краску, набираю белило. И начинаю замешивать. Мы с вами получаем очень активный, насыщенный желтый оттенок. Нам с вами нужен крайне нежный. Поэтому что мы делаем? Вот так вот частичку вот здесь вот отчерпнуть совсем немножко и вмешать побольше белой краски. Много-много белой, мало-мало желтой. Вот такой вот нежный оттеночек получаем. Затем красный. Ну, смотрите, как мы его интересно будем подмешивать. Я беру капельку красного, вмешиваю в частичку вот этого желтого. Мы с вами получим оранжевый. Он не будет супер насыщенным за счет того, что в составе уже в этой смеси есть белило. Немножко отчерпну и смешаю с вот этим уже светлым. И мы получим нежный-нежный вот такой вот кремовый оттеночек. Остатки с мастихином можно собирать другим мастихинчиком. Вот так вот убираете красочку. И все. И теперь можно их чистить. И один, и второй. Не забывайте, что мастихин чистится не только сверху, снизу, но и по бокам. Потому что на бочках тоже собирается много краски. Следующие оттенки это голубые. Беру голубую ФЦ. Смешиваю с белилами. Тоже много-много белой краски. Посмотрите, сколько много. Вот такой оттенок получается очень яркий, очень сочный. Мы с вами его, во-первых, смягчим. Как мы его гасим? Ну, во-первых, мы должны с вами понимать, какие оттенки гасят друг друга. Гасят это значит снимают насыщенность. Самый насыщенный оттенок, вот такой вот мы получили. И чтобы получить его более спокойную версию, а спокойную это значит ближе к серому, мы должны подмешать немножко коричневой краски. Я добавляю вот так вот буквально по капельке и вмешиваю этот оттенок с краю. Не во весь замес я его начинаю вмешивать, а с краю. Вот так вот начинаем подмешивать и смотреть. Вот смотрите, замес уже стал серо-коричневым. Чтобы сделать его серо-синим, домешиваем сюда больше краски вот этой синей. Вмешивая постепенно краску в замес, вы можете добиться необходимого оттенка. Если же вы будете брать краску и вмешивать сразу вот в эту кучку, которую намешали, то тогда велик риск того, что можно намешать грязь. Либо не намешать грязь, даже, наверное, неправильно я выразилась, не грязь намешать, а слишком сильно вы измените свой замес в ту сторону, в которую вам, в принципе, и не нужно было. А вот так вот вмешивая по частичке, по краям, вы сможете добиться очень мягкого вплавления одного оттенка в другой. Вот уже спокойный-спокойный, очень приятный оттенок нежный мы с вами получили. Давайте сделаем его чуть более фиолетовым. Я добавляю немножко красного. Красный, опять же, на кончике. И то вот это на кончике очень много. Посмотрите, как он изменится, этот замес, сразу же. Вот таким он становится, красно-фиолетовым. И давайте замешаем еще чистый фиолет. Вот так вот, синий и красный. Если на месте кадмия красного у вас будет краплак, то замес будет намного более насыщенным. Но нам этого не нужно. У нас все-таки работа более спокойная. Так, и еще один замесик мы с вами замешаем. Это вот такой вот зеленый. Беру коричневую, беру синюю и беру желтую. Вот этот замес. Давайте перенесем вот сюда вот повыше и освободим пространство. Так, и вот этот замес мы с вами еще сделаем потемнее. Добавляю немножко коричневый и немножко красный. Еще немножко коричневый и еще немножко красный. И давайте замешаем еще тоже очень темный коричневая плюс синий. Вот такой вот темный-темный. Все, мы стихин вытираем. Мы всегда его держим в чистоте. Начинаем работу. Начнем с участка солнечного. Мы набираем вот такой вот светлый. Светло-желтый. Я не использую сейчас жидкость. Просто пользуюсь кистью. Такой вот достаточно твердой. И начинаем укладывать. Если вы чувствуете, что краска у вас совсем как-то не идет, не хочет ложиться, вы можете добавить маленькую капельку жидкости. Сразу вмешиваю все на палитре как следует. И продолжаю распространять этот оттенок. Распространяем по всем сторонам. С кисти хорошо собираем всю краску. И двигаемся дальше. Вот такими вот движениями достаточно широко работаем. Такая же светлота у нас появится в водоеме. Вот здесь будет источник света. И водоем тоже будет светлым, прямо под светящимся закатным солнышком. Если краски мало, домешивайте. На водоеме движения у нас вот такие вот горизонтальные. Несмотря на то, что вот эта поверхность у нас движется вот в таком направлении, вот здесь вода не повторяет вот эту форму. А вода продолжает двигаться горизонтально. Обратите на это внимание, это очень-очень частая ошибка. Когда у нас вода почему-то начинает принимать форму близлежащей плоскости. Такого быть не должно. Теперь я начинаю вмешивать уже более такие вот оранжеватые оттеночки. Но оранжевые мягкие. Посмотрите, они очень-очень нежные. А вот в воздухе можно работать под любым углом. Можете и горизонтально, и вертикально, и под уголочком. Как хотите. Давайте-ка мы еще один с вами замес вот здесь вот сделаем. Капелька красного и белила. Нам нужно получить нежно-розовый. Вытираем мастихинок постоянно. И я вмешиваю уже постепенно розовые оттенки. Особенно вот сюда вот ближе к горизонту. Чем дальше от источника света, тем темнее становится замес. Он уходит в более розовую такую вот сторону. И вот эта область уже такая вот розово-оранжевая. Вот с водичкой мы поступаем точно так же. Сначала оранжеватые оттенки горизонталью вписываются. Сразу после желтых. Вот сюда вот вниз заходите подальше. Несмотря на то, что мы обозначили вот эту границу нашей плоскости, мы заходим достаточно далеко. За ее пределы. Набираю розовый уже. Логика, я надеюсь, понятна. Желтый, потом оранжеватый, а потом уже розовый. Можно капельку-капельку разбавителя добавить. И тогда краска становится более пластичной, податливой и очень просто ею становится работать. Так, теперь мы двигаемся дальше. И постепенно можем вмешивать уже вот такие вот серенькие. Серо-фиолетовые. Первый оттенок это вот этот фиолетовый, который мы с вами смешали. А потом будем двигаться уже ближе к сероватым оттенкам. Постепенно начинаем издалека, подальше от солнышка. И давайте сразу поработаем с водичкой. Капельку опять же разбавителя набираю. Фиолетовый. Чуть-чуть можно красноты сюда. И вот такими вот горизонтальными мазочками набираю. Работаем вот такими вот горизонтальными мазками. И с другой стороны так же. Давайте добавим чуть больше белил. И теперь продолжим наполнять небо более такими вот фиолетами. с синий-фиолетовыми оттенками. Набираю много белой. Вмешиваю прямо вот сюда. Набираю немножко разбавителя. Сейчас у моих руках синтетическая кисть. Достаточно твердая. И начинаю прокладывать верхнюю часть неба. Старайтесь, пожалуйста, работать тонко. Те облачка, которые мы с вами проложили, то есть сама форма, она у нас остается. Где-то вы можете за ее пределы вписывать краску. То есть нарушать эти границы. Старайтесь сейчас работать тонко. Не наносите слишком много жирной густой краски. Если чувствуете, что положили много, проверьте мастихином и срежьте. Вот таким образом положить мастихин и прямо провести. Вот так вот. Убрать лишнее. Ну вот у нас лишнего нет, но проверьте. Если у вас есть, то уберите. Опять же, немножко разбавителя. И вот этот светло-голубой продолжаю вписывать. Для этих целей можно использовать щетинную кисть. Будет даже удобнее, даже проще. Посмотрите, это вот самое простое, что может быть. Мы с вами намешали определенные замесы, а теперь их укладываем на картине. Вот сейчас ничего сложного нет, поэтому, кто еще сомневается пробовать или нет, обязательно попробуйте. Это очень-очень легко. Главное, повнимательнее прислушиваться к тому, какая степень жидкости и какая густота краски. Если вот эти параметры вы будете соблюдать правильно, то ваша картина будет очень-очень приятной в написании. Так, и вот теперь смотрите, вот этот участок теперь мы будем соединять. Вот здесь даже можно и не делать никаких соединений, потому что у нас будут облака. А вот здесь соединим. И этой же кистью я ничего не мыла, не вытирала. Начинаю вмешивать остатки краски вниз. Постепенно у меня начинает вмешиваться одна краска в другую. И я продолжаю вот таким вот образом ее продолжать вмешивать. Вот таким вот образом. Можно взять более розовый состав с оранжевинкой. Только посветлее, конечно же. и немножко домешать. Идеальный градиент здесь не требуется. Сделаем легкий переход. Теперь двигаемся вниз. И вот эту вот синеву мы с вами наполним еще и внизу. Вот так вот добавим немножко синей краски. Опять белила, опять голубой замес. и вот такими горизонтальными мазками, где-то оставляя следы от кисти, вмешиваем. Отлично. Теперь я возьму ту же щетиную кисть, которой пользовалась в самом начале, окунув жидкость. уберу лишнее и начну прописывать облака. Как мы это делаем? Набираем сначала фиолетово-серый оттенок и вот таким вот образом начинаем создавать эту кучность. Я считаю, что здесь красноты недостаточно. впишу и белую краску вот так вот отчеркну, вот сюда кусочек положу, чтобы этой краской можно было высветлять наши замесы. Вот такой вот более серый, фиолетовый мы с вами получили. И этой краской начинаю заполнять вот эти области. Можно еще чуть больше красноты. И вот теперь смотрите, мы работаем с вами буквально кусочками вот такими вот. Намечаем эту форму интересную. следите за тем, чтобы облака приняли интересную форму, чтобы они не были слишком скучными и чтобы они не были совсем одинаковыми. Первое, что мы с вами делаем вот сейчас, это задаем форму. Пока нам с вами очень важно показать, какой формы будут облака и в каком направлении они будут двигаться. Это тоже очень важно. кисть мы то прикладываем вот таким образом, то вот такой вот стороной узкой. Вот видите, какая узкая полоса получилась? И вот эта вот широкая полоса. Мы работаем и такой полосочкой, и такой. Постарайтесь крутить свою кисть, показывать более разнообразные, живописные прикосновения. Вот таким образом уже такая вот гряда появилась постепенно. Где-то прикасаемся совсем легко, вот так вот еле-еле касаясь, а где-то можно ударить уже посерьезнее. Вот здесь вот покажем облака, которые уходят у нас за пределы холста. Чуть-чуть светлее и розовее пойдут вот сюда вот уже повыше. Самые такие вот нежные розово-оранжевые будут у источника света. Вот с оранжевыми не перебарщивайте, лучше в сторону розовую, потому что с оранжевым, смотрите, грязновато уже получилось. А вот более красные, более розовые здесь будут очень удачно вписываться. Вот он, красноватый оттеночек появился. Продолжаем набирать более фиолетовые оттенки. Вот сюда вот подальше. Вот такими вот уже пятнышками еле-еле ударяем, прикасаемся уже легко, можно посветлее делать замесы и распространяем, уводим вот эти вот оттеночки. Там они у нас будут уже скрываться. Вот такой уже поток появился. Теперь я набираю более розовые и уже посветлее оттеночки. вот такие вот розовато-фиолетовые. Не забывайте, что можно видео ускорять, замедлять, ставить на паузу, рассматривать подетальнее то, что мы, то, что я сейчас делаю. И смотрите, теперь легко, легко прикасаясь, начинаю вот так вот продолжать вписывать вот эти перки. Ударяем настолько легко кистью, чтобы прикасался только кончик. Давайте сразу я обозначу свет вот такой вот белесо-желтый вот где-то здесь, прямо вот здесь. Еще больше белил и вот здесь вот мы поставим такое вот белесое свечение. Вытираю обязательно пальчик, пальчик быстро пачкается и нам нужно постоянно набирать новый чистый оттеночек. И вот сюда вот вниз тоже немножко распространю эту белизну. Продолжаем создание вот этих вот облаков. Легко-легко ударяем. Вот это уже темный, нам нужно посветлее. и вот такими вот легкими голубыми, а лучше порозовее наполняем нижнюю часть небушка. Внизу мы с вами наблюдаем более такие вот горизонтальные вытянутые облака. Давайте вот здесь вот уже создавать. еле-еле прикасаемся. Сейчас я работаю уже без разбавителя, чистой краской. Если кисть уже очень много краски напитала, то просто убираем ее. И продолжаю работать вот такой вот фиолетовой синеватой краской. у горизонта все облачка стелются и получается вот такая вот гладь. Где-то можно добавить уже вот такой вот большей коричневинки. И ближе вот сюда вот к облачкам мы получаем более светлые и более теплые оттенки. Поскольку источник света здесь близко будет располагаться к облакам, которые мы с вами сейчас поставим, то и оттенок у них будет ближе к оранжевым. Я сейчас вытираю свою кисть и набираю розово-оранжевые. Тоже светленькие. Вот такие уже оттенки. Очень нежные, закатные. И выстеливаем их внизу. Посмотрите, постепенно они у нас двигаются вот к этим фиолетовым. Чем ближе к фиолетовым я приближаюсь, тем больше набираю розовых. Не оранжевых, а уже розовых. И не забывайте про нужную степень светлоты, чтобы у нас не было такого, что слишком темная краска вписывается слишком в светлую. Вот они, смотрите, примерно одной тональности вот так вот идут. И вот эти оттеночки я уже делаю порозовее. Вот такой гладкий переход у нас идет от оранжеватых к фиолетовым. И соответственно вот эти участки я тоже больше окунаю в такие вот розовые. и постепенно они превращаются уже в фиолетовые. Уже такая вот красивая у нас получилась структура. А теперь смотрите, что интересное мы сейчас с вами сделаем. Во-первых, мы создадим большее сияние вот здесь. Каким образом? Мы набрали уже розовый, теперь будем работать более красным вот таким с оранжевинкой ближе к источнику света. Вот так вот подсветим это облачко с одной стороны и с другой стороны. Затем набираем уже оранжевый, но тоже посветлее, не нужен темный. И вписываем уже вот сюда ближе к краю. Затем желто-белый прямо по кончикам вот здесь вот по краям. И у нас получается уже вот такое вот свечение. Мягко очень распространите эти оттенки так вот по облачкам. А в центре еще посветлее желтоватые. и можно прямо пальчиком вот так вот растушевать. И давайте прямо пальцем еще посветлее впишем вот сюда вот подсветим эти облачка. белесом. Белесом свет распространю вот сюда вот вниз. И теперь продолжаем украшать наши облака. мы с вами набираем вот такие вот розовато белесые кусочки и начинаем показывать контуры света на облаках. Работаем очень легко. Прикасаемся еле-еле и показываем контровое освещение у облачков. вот у этих снизу. Повторяю, без жидкости, без разбавителя. По контуру облаков проходим вот таким вот оттенком. Где-то можно более желтоватые и аккуратненько где-то убираем излишечки, а где-то они остаются в полной мере. Пройтись пальцем и убрать в некоторых местах. Соединить. набираю вот так вот на кончик много краски. Прохожусь по контурам и аккуратно из темных подбираюсь вот сюда вот в светлые. И некоторые убираю, ограничиваю, чтобы оставалось только немного. Такие вот светлые легкие можно запустить и отдельным слоем вот такие вот пятнышки подсвеченные. Смотрите, какая красота получается. Подсвеченные облачка прямо в небе, прямо на голубом небе. достаточно густо мы кладем эти участки. А вот здесь совсем прямо такие вот светленькие светленькие можно положить белесые. Не перебарщивайте с густотой краски. и пальчиком аккуратненько прибить оттенки. Пусть они будут более воздушными. Где-то вот такие вот поконтрастные участки. Лишнее убираем. и двигаемся ниже. Теперь мы с вами должны будем поработать с вот этим участком. И я набираю можно вот этой же кистью, можно вот такой вот кисточкой. Давайте ей поработаем. Это щетинка вот такого формата квадратная. Окунаю жидкость, всю лишнюю краску, всю лишнюю жидкость снимаю. И начинаю с темного. Вот этот самый-самый темный прокладываю вот здесь. Набираю разбавителя, чтобы краска была более пластичной, более податливой. Вот смотрите, сейчас пока у нас не полноконтрастная картинка, нету слишком темных, слишком светлые уже есть, а вот темных нет. Пока она выглядит у нас не настолько объемно. Как только мы положим контрастные участки, она станет гораздо более объемной, и у нас сразу появится пространство в картине. Набираю самый-самый темный и прокладываю его по нижней части картины. Щетинкой быстро на этих местах не засиживаемся. Чем выше поднимаемся, тем светлее становится замес. Мы уже используем следующую коричневую. И показываем примерно вот эту высоту. Пока не до конца, пока не слишком высоко. Впоследствии мы еще приподнимем. теперь по границе. На линии горизонта у нас будет достаточно такой вот темный лес, потому что он будет освещен сзади, и это будет как раз таки вот это контровое освещение, когда объект подсвечивается сзади, и сам объект становится очень темным. Я думаю, что вот такую картинку наблюдали много-много раз. Примерно вот так вот мы с вами выдерживаем горизонт. Добавлю чуть больше синий. И вот такой синий коричневый пойдет на горизонт. Коричневый вместе синим. Работаем вот такими вот ударами, то выше, то ниже, и старайтесь выдерживать, чтобы форма была неоднородная. Где-то выше приподняли, где-то ниже опустили, чтобы лесочек этот смотрелся поживее. и с другой стороны. Чем ближе к горизонту, тем больше красноватых мы с вами наберем сейчас. и в центральной части, в средней уже посветлее, пофиолетовее пойдет вот этот дальний-дальний план. после чего поработаем уже с вот этой вот береговой линии. Набираю чуть посветлее. Не забываем, что на вертикальной участке меньше света у нас падает, на горизонталь больше, поэтому горизонталь у нас светлее. И вот таким образом проходимся прямо по всей линии. И таким же образом вы можете некий туманчик здесь создать. Набираем уже чуть потемнее и выстраиваем вот такие вот области проплешинки. здесь вам нужно набрать темную густую краску и вот такими вот работать пятнышками. Если у вас краска смешивается с белилами, то это значит, что вам нужно немножко подсушить этот участок и приступить к нему чуть попозже. Чем ближе к центру, тем больше появляется вот таких вот участков посветлее, по-фиолетовее. Более тонкой кистью, более мягкой мы уже можем работать с вот этой плановостью. Набираю опять же немного жидкости и вот этой кистью выстраиваю вот такие вот участки. Если вы работаете либо синтетикой, либо натуральным ворсом, то вам придется чуть больше жидкости набирать. Если хочется поменьше использовать разбавители, то возьмите кисть пожестче. Вот такие вертикальные области ставьте растительность на вот этих проплешинках на кусочках. Вдалеке мы с вами которые будут у нас смотреться вот такими вот повторюсь проплешинками. Следите, чтобы горизонтально работа шла. Чередуем более темные с более светлыми. продолжаем укладывать. Можно взять кисть политвердую щетинную. Например, вот такую вот круглую тоже подойдет. Это тоже щетинка, но кругленькая. Вот такая. Набираю жидкость, как обычно убираю. Кисть остается чуть-чуть влажноватой. И вот этой темнотой продолжаю наполнять. Где-то эта темнота у вас будет смешиваться с более светлыми кусочками. Не пугайтесь этого. Если совсем получается уже белесо, то просто вытирайте кисть и набирайте заново. вот здесь мы с вами выстроим такой бережочек. Еще раз наберу коричневую краску. немного синий и выстраиваем. Посмотрите, показала я срединную линию, а теперь вверх и вниз мы с вами вот такие вертикали добавим. Возьму вот такую вот щетинку и процесс пойдет быстрее. Вот такие вот удары, посмотрите, прикоснулись и наверх, прикоснулись и наверх и также вниз. По вот этим тоже пробежаться. И теперь уже уточним подетальнее. беру вот такую вот кисть. У меня кисть из мангуста, у вас может быть любая, например, синтетическая. И начинаем такие вот прописывать вертикали где-то чуть подробнее. Не забываем про очень темную вот эту срединную линию. Также отражение. и повторюсь, если краска темно у вас уже не ложится, то вы можете ее подсушить и продолжить уже чуть попозже. И вот такими вот кусочками мы начинаем наполнять нашу воду. где-то больше добавляйте красноты вот здесь вот в центральной области и можно уже над передним планом работать. Показываем вот такую растительность. Наполняйте где-то больше зеленой. Вот так вот выталкиваем наверх-наверх-наверх наверх-наверх и под разными углами. Где-то побольше, где-то поменьше. На бережочке тоже можете показать вот такие вот кусочки растительности в разную сторону. То в одну, то в другую растут. И не везде слишком объемные. Все-таки здесь у нас достаточно низкая-низкая травка такая. и на вот этой области тоже посмотрите, где-то у нас больше красноты. Особенно мы с вами подчеркнем вот эту часть, там, где у нас хорошо подсвечена от источника. Вот так вот красная травка растет. работаем по контурам. Можно где-то даже вот такую оранжеватую, оранжеватую-желтую. А вот здесь продолжаем набирать темный. Где-то еще темнее. не везде будет прям такая вот травка объемная, где-то будут просто плоские области. Больше зеленцы добавим вот в эти участки, чтобы они у нас не слишком выбивались, не слишком контрастировали. Я набираю больше той же самой зеленцы и поработаю над центральным участком. Здесь также больше красного и даже желто-оранжевого по всей вот этой центральной области. И опять же больше красноты вот в эти места добавим красноты и немножечко даже оранжевизны. И не забываем про свечение солнышка. Мы с вами возьмем уже чистую кисть. Это делать нужно с чистой кистью. и добавим вот такие белесые вот сюда. Аккуратно, аккуратно, чтобы не задеть вот эти все вещи. Даже желтенький может вот здесь проблескивать где-то. Аккуратно, чтобы не было грязи, чтобы краска у вас не смешивалась. Опять же, если получается грязновато, то можете оставить и просушить. беленькие. И показываем вот такое яркое свечение солнца. Давайте добавлять финальные штрихи. там, где хочется уточнить. И уже будем картину заканчивать. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой сюжет, какими материалами вы его исполнили и какие пейзажи хотели бы написать в последующем. Может быть, не пейзажи, может быть, это будут натюрморты. Так что жду от вас комментарии, что вы хотите видеть в следующем мастер-классе. Если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. и поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы больше людей смогло его увидеть, чтобы больше людей смогло убедиться в том, что рисовать это очень просто, что каждый может взять и нарисовать вот такую эффектную картину. Ну, а мы с вами завершили. Давайте убирать скотч, малярную ленту и смотреть, что же у нас получилось. Вот это самый такой торжественный момент, когда мы с вами картину обрамляем. Вот смотрите, как она будет смотреться с рамочкой. Насколько более завершенной она выглядит. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих уроках. Всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok